Наверное, три недели не записывала никакие видео, потому что, ну, как бы, нету Ахерба, что вам рассказывать. Я больше всего, как бы, люблю делиться именно во время распаковок, а не, как бы, так просто. Всем привет! Меня зовут Мария Нилла. Сегодня у нас будет очередная посылочка с сайта Ахерб. Коробочка у меня совершенно небольшая. Здесь всего 1,7 килограмм. Сейчас я, наверное, сначала... Ну, в принципе, я по ней сильно не переживаю, потому что так, как бы, по бокам посмотрела, мне кажется, здесь все хорошо. Но все равно сейчас сначала открою, при вас посмотрю, все ли у меня нормально. И потом уже буду рассказывать все вот эти, опять, подводные разные вопросы, которые у нас встречаются при оформлении. Вот, в общем, здесь... Так вот, немножечко воздуха. Немножечко воздуха. И у меня здесь, в основном, у меня здесь повторы, но есть у меня, ну, один-два товара новых. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. В этот раз, как мне кажется, здесь у меня все хорошо. Вот, единственное, вот опять и предыдущая посылка, которая выходила перед самым Новым Годом. Я акцентировала свое внимание на то, что там происходит на таможне, как они переупаковывают. Сейчас у меня одна баночка в стекле, вообще никак не упакованная. Вообще, я не понимаю, как она сюда могла приехать. Вот тут, ну, ахерп вот так вот точно не отправляет. Ладно, значит, я уже запуталась в какая-то, не знаю, четвертая, пятая, какая там это уже посылка, которая отправлена через виртуальную карту. Я уже это, если честно, уже даже не считаю. Она была, вот эта посылка сформирована и, ну, прям сразу на сайте ахерп отправлена, да, потому что мы же сами скидываем заказы через виртуальную карту, транспортная компания СДЭК. Вот поэтому я и формировала, в общем, чтобы была она у меня до двух килограмм. И с 11 ноября она у меня шла до 12 января. Опять она там то долго ждала, когда они ее там оформят, то она долго ждала, когда они там ее отправят. То есть у меня тут очень много было. Мы очень долго ждали, вот у меня написано, на момент 12 декабря они обрабатывают посылки от 17 числа. А у меня посылка была от 11. Короче, долго мы ждали, ну вот включая январские праздники, да, ровно два месяца. Ну, два месяца и один день, это вообще не суть важно. Я вам сейчас говорю цены, которые были раньше. Сейчас уже СДЭК, ну и, наверное, другие транспортные компании поднимают стоимость доставки. Ну, конкретно вот здесь вот у меня была посылка объемом 1,7 кг. И она мне вышла по доставке 2,482. Короче, ну почти 2,5. 2,482. И сейчас вот у нас, например, такая ситуация со СДЭКом. По-моему, у меня СДЭКа, в принципе, не так-то и мало было. Ну вот сейчас конкретно посылка, которую сейчас мы будем платить доставку, какого-то мы там, не знаю, 20 какого-то декабря мы ее отправили. У нас вот реально, ну, потому что у меня девчонки и знакомые, которые просят, скинь вот это, пожалуйста, будем ждать, сколько угодно будем ждать. Только, пожалуйста, выручи нас, да, то есть как бы закажи нам, короче. В общем, у меня последняя посылка СДЭК на 20 товаров. И реально это первый раз, как они когда ко мне придрались, что 20 товаров это много, не более 15. И они мне делят ее на две разные посылки, вот этих 20 товаров. И я два раза буду платить за доставку. Это, конечно, и я уже буду по новым ценам, потому что с 1 января, по-моему, идет подорожание. В общем, одна из посылок у меня выйдет просто по сумасшедшей доставке. А, и 11 ноября, это вот как раз было 11-11, у нас в России черная пятница. У них это называется день ветеранов или как-то. Короче, у меня вот этот заказ был обычный, его цена это 217 долларов, а с 22 процентами скидки мне это вышло в 176 долларов 73 цента. То есть вы понимаете, да, когда мы сами оплачиваем с виртуальной карты, мы сами формируем заказ, нам работают все скидки, которые есть в этот момент на сайте. Работают и разные промокоды, но я в основном сейчас, вот когда в декабре, тоже я писала промокоды, которые на Ахербе. Не то, что там чей-то реферальный промокод, чтобы мне пошло 5 процентов, а я писала, ну вот, короче, какой-нибудь код, который с скидкой сработает больше. Вот. И, значит, что? Ну, хотите, начну сначала с повторов. И мне кажется, уже нет смысла это открывать, это так много раз показывалось. Это подсолнечный лицетин. Я реально в каком-то из, не знаю, 3 видео назад рассказывала, что я теперь, я, да, теперь я пью это. То есть у меня пьет Дима одну капсулу в день, Сережа пьет, ну, ту одну, ту две капсулы в день. Вообще надо, чтобы он пил две капсулы в день, ну, это. Вот. И я тоже пью две капсулы в день, потому что я решила теперь заняться своей печенью. Отслеживаю это по анализам. То есть у меня был билирубин 19,1, 19,1, потом он у меня спустился на 14, сколько-то. И я буду дальше понижать, ну, то есть буду пропивать что-то для печени и смотреть, как по анализам это отображается. В общем, лицетин, еще тот не закончился, ну, как заканчивается, но новую банку мы уже взяли. Ну, вот, наверное, вот это было и самым тяжелым, которое вес дало. Здесь такая большая капсула, полная жидкости, все вы его тысячу раз знаете. А, ну, и вот тоже хочу показать сразу. Ну, вот, единственное, только это открытое получилось, да, ну, здесь же все правильно у меня, 60, 60. Вот тут вот такие вот блистеры. Значит, это бренд Life Extension, это Liver Restore, это пробиотики для печени. Это я уже все, теперь, наконец-то, я набрала три пачки, потому что одной пачки хватает на месяц. И я часто прислушиваюсь к тому, что говорит Татьяна с канала Ахерт Товары, Ахерт Товары Косметика, да, или... И, как она говорила, эффект есть, если только пропить три месяца. Вот, и я и набрала, чтобы пропить три месяца. Если честно, я бы еще заказала их, потому что оно очень легкое, и, соответственно, ну, на доставку оно сильно не... не сильно тянет. Здесь, по-моему, по 15 штук, ну, 4 блистера, да, как раз получается 30... Да, по 15 штук 4 блистера. Это вот у меня как раз получается пробиотики. Здесь 60 штук. 60 штук это на месяц, там нужно на 2 штуки пить. Вот такую вот вещь я взяла. То есть я реально задумываться стала намного серьезней. до ноября 23-го года. Но я... Да, я все равно как бы в этом году этим всем займусь, но... Получается, в общем, вот так вот. Теперь, повторы, которые тоже... Может, третий раз показываю уже. Это триенза. Это самые лучшие ферменты, которые помогают лучше усваиваться белкам, жирам, углеводам. Они и помогают справиться с пищевой непереносимостью. Они помогают даже лучшему усвоению витаминов, которые вы одновременно пьете. У меня по протоколу это идет обоим сыновьям, и Диме, и Кириллу. Поэтому расход большой. Три капсулы идет у Димы, три капсулы у Кирилла. То есть в месяц они тратят каждый... Ну, скажем так. Ну, может, какой-то день там пропустят, а в какой-то день, наоборот, в пьет четыре. Не знаю. То есть 90 капсул на одного у меня ребенка, 90 на другого. И здесь как раз 180. Это получается на обоих детей у меня ровно на месяц. Вот эта вещь... Вот эта вещь без скидки стоила 63 доллара. Вот. Поэтому у меня и выходит, что заказ у меня на 217 долларов. Потому что одна банка у меня стоит 63 доллара. Вот еще из нового хотела вам показать. Баночка, конечно, маленькая. Здесь капсулы. Здесь капсулы. Ну, капсулы такие большенькие. Короче говоря, мы взяли Сереже. Его давнишнюю хотелку. Срок годности здесь до декабря 23 года. Но я думаю, что он ее сильно долго откладывать не будет. Эта штука называется Трибулус. Сейчас я вам хотела даже прочитать про нее. Бренд Now Sports. Мы от Now Sports когда-то брали карнитин. Это... Ну, здесь даже так и написано. Мужское здоровье. Трибулус экстрим. И вот подписано внизу. Мужское здоровье. Работает с энергией. Вообще, это и мужское, и женское либидо, да, повышать. И Сережа очень давно хотел эту вещь пропить. Посмотреть, какой будет эффект от нее. Но пока взяли маленькую 90 капсул. Но я знаю, что Трибулус есть именно от бренда Now Sports еще и 180. И тоже, в принципе... Сейчас я скажу, сколько он стоил. Он стоил без скидки. Ну, как бы потом не списалось уже в корзине. 17 долларов 44 цента. И вот это, ну, как бы если так не экономить, а выполнять инструкцию, нужно пить по две штуки в день. Я по озам смотрела, что, в принципе, это не только мужики пьют. Иногда бывает и женщины это пьют для повышения либидо. Но мы взяли это только исключительно Сережа. Он давно это хочет пропить, хочет посмотреть на эффект. Короче, я вам хочу зачитать состав. Это вообще, вообще это только травы. Здесь экстракт из плодов и надземной части якорцев. Органический сырой корень маки. Экстракт надземной части и листьев эпимедиума. Это в скобочках горянка крупноцветковая. Экстракт листьев зеленого чая. Экстракт тернеры раскидистой. Экстракт корня ашаваганды. Все. Ну, вот я, кстати, вам когда-то тоже показывала. Я еще до сих пор не начала пить. Это было еще, по-моему, то лето или, может быть, осень, октябрь. Я вам показывала, я заказывала пакет, грамм 400 там было. Это просто органическая мака. Тоже хочу, вот, ну, там просто срок годности позволяет пока не начинать это пить. Но я тоже хочу посмотреть, какой она эффект дает. Ну, а вот Сережа хочет вот эту вещь пропить. Теперь, ну, а, вот, что вам интересно я хочу рассказать. Я не то, чтобы прям много анализов сдаю. Ну, естественно, я сдаю общий анализ крови. Естественно, я сдаю биохимию крови. Естественно, я слежу за Д3. Естественно, там, может быть, раз в три месяца или раз в полгода я сдаю на щитовидку. ТТГ, Т3, Т4. Но, наконец-то, я поняла, что и выкроила денег на это, и захотела, и сходила, сдала, там, и так далее. Короче, я проверила иметь магний цинк. И если с магнием там еще хоть как-то более-менее у меня нормальные дела, ну, хотя, в принципе, по отзывам многих врачей, как они говорят, к какой цифре стремиться, у меня нет этой цифры по магнию. А вот по мнению многих нутрициологов, и медь, и цинк должны быть на верхней границе референса. У меня, вот что касается цинка, там вообще ниже плинтуса где-то, у меня цифра 10,8. То есть по референсам гематеста, я сдаю в последнее время, я сдаю все в гематесте. По референсам гематеста у меня даже ниже нижней границы референса. А мне нужно к верхней границе. А верхняя граница, это, по-моему, типа 25. Я думаю, ясно, замечательно. И медь, да? А я вам держу в руках хлорофилл. И хлорофилл очень сильно богат медью. И я реально задумалась на этот счет. Я хочу сделать в том числе и вот такой эксперимент над собой. Я знаю, какая у меня теперь медь. В принципе, я знаю, какой у меня цинк. Но медь и цинк – это антагонисты. И если вы, ну, я понимаю, что я могу и просто так попить медь, да, или хлорофилл, который богат медью. И так как у меня нехватка ее, я не вымою весь свой цинк, да, как бы у себя. Но я, наверное, все-таки буду, да, и их надо разводить. Это с утра натощак. Ну, как бы с утра проснулись натощак. И, по-моему, через час после этого есть. Или что-то в этом духе. А цинк вечером. То есть разводить их как можно дальше друг от друга. Я не знаю, буду ли я с цинками или буду без цинка. Но я все равно пропью вот это конкретно, вот этого комплекса. Здесь 90 капсул, этого хлорофлэш. Этого хватает на 45 дней. А у меня еще одна банка идет. То есть я реально буду пропивать 3 месяца. Я надеюсь, что у меня получится. Никто что меня не прервет. То все, у меня там следующие посылки тоже нормально дойдут. И потом буду тоже сверяться по анализам. Но реально, вот по мнению, вот ну кого я смотрю, кому я доверяю, кого я уважаю, да, как бы нутрициологов. Вообще считается, что, ребят, я сейчас ни капельки не преувеличиваю. Ранняя седина считается, если она до 40 лет. То бишь, все, кто крашеные, начиная с 30 лет, это не есть норма. Потому что мы там что-то пытаемся. И можно так поработать со своими анализами. И можно так хорошо поработать, ну как бы пропив БАДы. Реально можно даже волосы, которые у вас уже становятся седые. Вы им назад пигментацию можете вернуть. То есть волосы, которые не, конечно, давно стали седыми, а там менее трех лет им должно быть. И реально это, конечно, это круто, это классно, что я не крашусь, да. Мне реально даже хочется посмотреть на этот эксперимент, ну как бы как это все будет проходить. Хочу пропить три месяца и посмотреть, как у меня будет даже вот на предмет волос, как у меня будет реагировать. Ну я и по анализам, в принципе, понимаю, к какой цифре мне надо стремиться. Медь и магний, и цинк я сдавала. Вот чуть ли не каждый показатель, я не знаю, по 200, по 300, по 400 рублей. Ну вообще прям вот ни о чем. Это нужно просто захотеть это сдать. И я беру в капсулах. Я не беру в жидком виде, я ни разу не брала хлорофилл в жидком виде. То есть меня все устраивает. Теперь Нейромаг тоже вам много раз показывала. Он стоит 30 долларов, 75 центов, насколько. Да, 30,75. Тоже про это проговорила, что это самая лучшая форма магния, трионат, которая подходит моим обоим детям. Они у меня пьют перед сном его. Ну как, там, за часик до этого мы где-то поужинали, или за часочка-два до этого поужинали. И уже не прям только что-что поели, и сразу магний. Они у меня пьют его перед сном. Да, он дорогой. Если сейчас залезть на Ахерб, он в рублях стоит 2,5, вот эта банка. И, в принципе, вот этой банке за 2,5 тысячи, в принципе, здесь нужно пить 3 капсулы в день. То есть это одному взрослому на месяц. Но это очень классная форма магния. И мы его пока есть возможность сберем. Но вот поэтому мы и вылавливаем то там деньги ветеранов, то там еще что-нибудь, да. То есть, короче говоря, пытаемся как можем сэкономить. И в то же самое время, как бы, чтобы я по протоколу ничего не прерывала. Terra Origin. Допавка для нормализации работы ЖКТ. Я, наверное, банки 2 пропила уже вот такого. Не подряд. Потому что подряд не получается. Это тоже как бы не дешевое удовольствие, в общем, вот эта вещь. Но то, как мой живот там со вздутиями ощущал себя года 3 назад. Отрыжки у меня, в принципе, никогда не было. Изжоги тоже никогда у меня нет. Но на предмет запоров тоже никогда не было. Ну, как бы так, в основном, как бы ни запор, ни диарея. Но вот вздутия и какие-то боли у меня не были. И вот, если вспомнить меня года 3-4 назад, я просто помню, да, вот когда я там Кирилла родила, когда я Кирилла 2 года грудью кормила. Я просто помню то свое состояние. И сейчас это вообще вот это прям небо и земля. И я стараюсь как... Вот сейчас я держу вот эту вот, например, в руках пустая у меня упаковка. Я вот эту штуку пила. Я помню, что просто с 10 ноября по 10 декабря. Я ее пропила, месяца 2 что-то другое пью, да, что-то другое, над какими-то другими своими анализами работаю. Ну, может быть, в течение года я когда-то делала перерыв, там, 2 месяца, когда-то перерыв, может, делала и 4 месяца. Но мне эта вещь нравится. Я вижу, что она хорошо работает. И, ну, вот единственное, мне этот вкус очень нравится, вкус мяты. Ну, прям на самом деле нравится, прикольно. Тоже с утра проснулся, на голодный желудок развел себе. Там есть внутри мерная ложка, там такой порошок. Здесь 243 грамма. Мерная ложка, она должна быть полной и без горки. И, по-моему, на 400 прям миллилитров воды я делала в тепленькую воду, не в горячую, не в кипяченую, да, в тепленькую воду. Вы разводите эту ложку. Но вкус мяты мне очень сильно нравился. А теперь я взяла вкус ягоды. Не знаю, ну, просто решила как бы чуть-чуть разнообразить, скажем так. Так, теперь я вам хотела прочитать, что там в составе. Это вообще, если честно, это вообще офигенная вещь. То есть там такой богатый состав. 27 долларов эта вещь стоит. И ее хватает на месяц. И вот, кстати, и здесь написано, что здесь ровно 30 порций. Значит, здесь цинк в виде карнозина цинка, медь в виде оксида меди, L-глютамин, L-аланил, L-глютамин, N-ацетил-D-глюкозамин, порошок из коры красного вяза, порошок из корня алтея, MSM сера, потом диджил, это, короче, корень солодки, экстракт листьев стевии, дегидрат, кверцетин, опять написано карнозин цинком, экстракт листьев алоэ вера. Мне эта вещь и нравится, но я, может быть, понимаю, что, может быть, там и купить отдельно солодку можно, да. Но вот гель алоэ у меня отдельно пьют дети. Я показывала в распаковках по Валбересу, по Озону, когда я заказывала вот такую вот бутылку, да, литровую. У меня дети за полчаса до еды пьют гель алоэ. Ну, а от себе вот я решила вот такой вот штукой, порошком. Все, у меня осталось буквально два товара. По-моему, на предыдущей какой-то распаковке я показывала вот этот бренд Amazing Herbs. Это масло черного тмина, но только у меня вот это масло черного тмина здесь в виде капсулы, потому что я уже знаю, я еще не начинала антипаразитарный протокол Кириллу, но я знаю, что Кирилл не будет у меня в жидком виде черный тмин. Это просто там такой аромат, такой запах, такой вкус. Как бы если я первый раз и насильно и засуну в Кирилла, то он не дурак, он поймет, что я закидываю в него гадость, он мне ее выплюнет. А капсулу я понимаю, что у меня ребенок пьет. Пьет, ну и все, и замечательно. Здесь 100 капсул. Мне кажется, что это будет хватит на очень-очень долго. Антипаразитарный протокол у меня пока что прописан только у Кирилла, у Димы. У Димы вообще такая ситуация с антипаразитарным протоколом, что у меня моя нутрициолог сказала, что сюда надо будет включать паразитолога. Где я его найду, мне даже сложно подумать об этом в нашем великом городе Волжской, Волгоградской области, это вообще вот дно, дно медицины. Я вот прям сразу говорю, я не знаю, где я найду паразитолога для Димы. Но моя нутрициолог говорит, что вам нужно сюда будет включать врача. Я какие-то лекарственные препараты, я не имею права назначать. Все не так-то легко и классно, как кажется. Вот у нас тут получается заказывать. Вы на рассмотрите и думаете, ой, какая Мария Анила, молодец. У нее постоянно посылки идут. А я работаю как бы со здоровьем детьми. Я не так что... Вот, в общем, показала вам черный тмин. И вот единственное, ребят, мне это пришло вот так вот. Ни пупырки, ни пакетика, ни чагога вообще. Ну, слава богу, у меня все сухо, все тут целое, ничего не разлилось, не подтекло никак. Но это пришло вот так. Вот, честное слово, это, конечно, вообще. Доктор Меркула, горечи, которые тоже я показывала, я их набираю вперед, насколько получится. Срок годности у меня до декабря 23-го года. Ну, этой баночки хватает на месяц, поэтому при растяжке, может быть, на чуть-чуть, на месяца полтора. Пока получается, беру. Горечи стоили 21 доллар 77 центов. На Доктор Меркула скидок нет. И теперь единственное... Ну, все, тут у меня как бы остались товары, которые я просто сюда засунула. Все, я вам все проговорила. У меня здесь было 9 товаров. Слава богу, ничего мы писать не будем. Все у нас хорошо, замечательно. Единственное, я покажу вам Элллизин. Вы знаете, как бы я, в принципе-то, с основными всеми БАДами, я считаю, что... Ну, я не профи, конечно, но я очень много что понимаю. Но как-то я к Элллизину, к этой аминокислоте, никогда не придавала ей большое значение. А тут у меня после ветрянки, я рассказывала уже про эту ветрянку, у обоих детей пошли осложнения. У Кирилла в виде отката в плане поведения того, что он умел раньше и что он теперь не хочет выполнять. То есть откат в поведении, в адаптации, в социализации. Ему очень тяжело достал... Ну, как бы, другое слово. Очень тяжело он провел утренник, который у них был в саду. Ему было некомфортно находиться среди детей, среди такого количества народа. То есть у Кирилла пошел свой откат после ветрянки. Я считаю, что это только после ветрянки. У Димы пошел осложнение на кожу ног в виде экзем. Экземы серьезные, потому что тоже ветрянка, вирус. И мне нутрициолог прописала обоим детям, я обратилась к тому же самому нутрициологу, она прописала противовирусный протокол. И, в общем, надо было срочно покупать Эллизин. И у меня в следующей посылке идет Эллизин от Now Foods. А сейчас мне пришлось взять на Озоне вот такой вот, если хотите спрашивать у меня. Это российский бренд. Я сравнивала. Но выбрала, чтобы сейчас что-то пришло, потому что Now Foods на Валбрисе стоит очень сильно дорого, поэтому взяла российское производство. В общем, иногда прибегаю и к Озону с Валбрисом в плане БАДов. Так что ж, если какие вопросы есть, пишите. Ну, как бы, что знаем, будем рассказывать. А так, конечно, самое подробное видео, как заказывается Херба, мы делали... Сереж записывал для вас видео, как оплачивать биткоинами и так далее. Все. Спасибо вам большое за просмотр. Жду ваши комментарии до следующей распаковки. Не знаю, наверное, следующая будет Озон и Валбрис, насколько мне так кажется. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok